Я Лебедев Андрей, геймдизайнер, геймплей-программер, технический художник. Я занимаюсь прототипированием, то есть с меня игра начинается, грубо говоря. Я делаю прототип, смотрю, что работает, что не работает. Если это все работает, мы продолжаем. Дальше я работаю с шейдерами, с материалами, делаю интерфейс. Моя задача в том, чтобы сделать игру интересной, чтобы игроку было интересно в нее играть, чтобы было понятно, во что он играет, чтобы было понятен каждый аспект игры. Я занимаюсь вот этим. Ну и про VR игры сразу переходим. VR игры, в общем, VR появился в прошлом апреле, то есть полтора года назад. Вышел ACC Vive, вышел Oculus, и чуть позже вышел PlayStation, и это сейчас основные игроки на рынке. Вот сейчас игра показывается наша на системе ACC Vive. Она состоит из шлема на голове у игрока, два джойстика в руках, и базовой станции вот в углу в том, и вот здесь одна. То есть эти базовые станции, они отслеживают точно все движения игрока, чтобы полностью движение его рук, движение его головы передавались в мир игры, без задержек, максимально точно, чтобы игрок почувствовал полное погружение, и поэтому у него не было головокружения, чтобы он чувствовал себя комфортно. Из чего состоит шлем? У него внутри экран, разделенный на две части для каждого глаза, и вы видите, у него такие точки на шлеме, это фотодатчики. Эти фотодатчики считывают информацию вот с излучателей, это инфракрасные излучатели в углу. Они сканируют комнату 60 раз в секунду. Идет сканирующий луч от одного края к другой. И он доходит до каждой из этих точек. Эта точка запоминает информацию, во сколько он туда пришел. Потом он идет к следующей, и так строится картинка полностью трёхмерная, то есть где находится шлем в каждую секунду времени, каждый кадр 90 раз в секунду. Его местоположение... Да, его местоположение максимально точное. Потому что самое главное в виртуальной реальности, это отсутствие любых задержек между движением твоей головы и изображением, которое ты получаешь. Потому что если будет задержка, у человека сразу начинает кружиться голова. То есть он чувствует, что он повернул голову, но изображение не поворачивается. И это очень серьезно влияет на мозг. А джойстики как устроены? Что там? Джойстики устроены точно так же. Вот у них тоже вокруг по кольцу такие же фотодатчики. Они через Bluetooth связываются со шлемом, а шлем через провод передает уже это в компьютер. Провод это значит питание по USB и HDMI кабель, который выдает изображение. Точнее есть кабель питания отдельно через USB и для питания, и для данных. И HDMI провод для вывода изображения обратно. То есть он передает информацию о местоположении шлема, движок игровой, процессор и видеокарта считают картинку на основе этой информации, и картинка потом идет обратно в шлем. И все провода идут на шлем? Да, все провода идут на шлем. А джойстики? Джойстики беспроводные, да, они по Bluetooth связаны со шлемом. В вашей профессии что самое трудное? В игровой индустрии в принципе наверное самое сложное это правильно оценивать сложность задачи, извините за тавтологию. То есть вы делаете какой-то прототип, вы его быстро сделали, думаете ой как все здорово и хорошо, не учли какие-то вещи, думаете что вот на эту мелочь я потрачу неделю. Оказывается что эта мелочь гораздо более сложная, вы на нее тратите месяц, сроки постоянно сдвигаются, приходится адаптировать свои идеи, то есть что-то вырезать, что-то упрощать, чтобы довести это до релиза, потому что игру просто начать очень сложно закончить. А что самое интересное? Ну меня самое интересное это создавать новые миры, это давать игроку какие-то новые ощущения, видеть как он понимает твой замысел, видеть как он пользуется всеми теми средствами, которые ты заложил в игру, это очень интересно.